Чужой бизнес, он никому не нужен. Государственные деньги, они должны оставаться все-таки в стране. Хорошо, вот вам заявление об увольнении. Этот сериал показывают до сих пор. Пробок нет, все сидят у телевизоров. Ой, давайте лучше мы снимем про вот Янешек Келина. Мы люди искусства, творчества. Они думают, что мне Соня заплатил? Когда эти госты утверждались? Персонаж обкуренный? Почему у вашей опашки нету аташки? Почему мы об этом не говорим? Просто надо разговаривать. Потому что есть цензура. Каждый варится в собственном соку. Фильм своей мечты я до сих пор еще не сняла. Всем привет, это видеоблог серийный продюсер. Меня зовут Николай Пак. Сегодня у нас в гостях Алмагут Леуханова, кинопродюсер, продюсер сериалов. Сегодня мы с ней поговорим о казахстанском кино, ну, о казахстанских сериалах. Я открою небольшой секрет, Алмагут Леуханова, да, вы были преподавателем у нас в ВУЗе. В то время, насколько я помню, ну, а я точно помню, вот был такой яркий человек, вот была такая молодая, помню, такой. Быстро ездили на машине. Для нас, на нас, студентов, такое очень сильное впечатление произвели. И после этого, периодически, вот за это время, я не знаю, сколько это уже прошло, лет 20, мы с вами встречались в разных ситуациях. У вас было классное место, к которому очень часто ходили, такой продвинутый был клуб, Матрица он назывался, да, интернет-кафе, да, в котором было карлоке. Потом вы стали заниматься продюсерством. Один раз даже, я потом расскажу эту историю, позвали меня на пробы. Да, такого нет. Вы не помните эту историю? Я сейчас расскажу. Да, серьезно. Она была такая, для меня очень смешная. Вот. Теперь последнее вот время, сомненько серьезно, вы занимаетесь кино и производством сериалов, ну, вот для наших казахстанских каналов. Вот расскажите, пожалуйста, как вообще вот вы к этому пришли? Как вот прошли вот эти стадии, грубо говоря, от преподавателя, ну, потом в предпринимателе, я так понимаю, да, и вот в кино? Ну, вот как раз-таки ты очень логично все рассказал. Да. Я преподаватель, я человек науки, кандидат наук, писала там и статьи, и диссертации и так далее. Вот. Но когда я преподавала, я понимала, что, ну, это мне не дает такой вот свободы не только творческая, но и финансовая тоже. И в какой-то момент я поняла, что все-таки, ну, мне хотелось иметь свой собственный бизнес, чтобы зарабатывать больше денег, да, и те концепции, которые тогда приходили мне, моим партнерам, в голову, они всегда были относительно такие, скажем, новаторские. Вот так у нас родился интернет-кафе, тогда интернет не был такой доступный, и мы, когда предоставляли людям хорошую такой, хорошую скорость, возможность, там, люди приходили просто по Скайфу, общаться, не знаю, со своими родными за границей, ну, мы создали такую атмосферу клубную, люди могли там и покушать, и провести время, вот. Но я чувствовала вот эту вот, наверное, тоску по... То есть вы ушли с преподавания, или параллельно это? Нет, я тогда ушла, я тогда ушла с преподавания, вот, совсем, бизнес, вот. Но я понимала, что мне хочется вот этого, не то чтобы хочется, да, действительно, мне не хватало вот этой творческой стороны, филологической даже. Наверное, таким образом пришла идея попробовать себя в кино, потому что кино — это как раз таки сочетание. То есть я как филолог могу там себя проявлять с творческой стороны, но как продюсер я имею какой-то бизнес-процесс, и это уже от меня зависит, куда я поведу, скажем так. То есть ваши навыки предпринимателя вы могли продюсерствовать? Я тоже договорю, что это почти одинаково. и таким образом у меня вот этот вот получился, на мой взгляд, для меня идеальный тандем, и я очень счастлива, что уже около 9-10 лет я занимаюсь тем, что мне нравится и что, в принципе, мне приносит абсолютно, ну, определенный доход, скажем так. А как это произошло? Вы продали бизнес, да? Или вы закончили с бизнесом, то есть имею в виду с интернет-кафе, и параллельно стоили параллельно это? Ты знаешь, Коль, это происходило как раз в те годы, это седьмой год, восьмой год, когда вот у нас была очень дорогая недвижимость, все было, да, недорогая, денег много, можно было там спокойно за миллион купить, продать. Это время, да. Вот. И я по бизнесу тогда летала в Штаты, вот, и поняла ситуацию, что там, а там наоборот уже начинался спад, вот эти какие-то первые нотки мирового кризиса, ипотечный кризис, и что цены падают по недвижимости. И по возвращению, может быть, опять-таки так совпало, поступило хорошее предложение, именно географически это место было кому-то нужно. Вот. И мне предложили неплохие деньги, но у меня там были партнеры, мы посовещались и приняли такое решение продать. Причем мы продали его не как бизнес, а как недвижимость. То есть он был дороже, чем сам бизнес? Абсолютно. Ну, потому что чужой бизнес, он никому не нужен, потому что есть нюансы, которые знаешь только ты, и не факт, что кто-то сможет его дальше повести. но тогда был пик, у нас очень высокие были доходы, но я понимала, что будет спад, потому что, во-первых, я понимала, что географически как раз-таки мне это место будет неудобно, там предполагали всякие эти развязки, третья и десятая, на тёжчином языке. И я понимала, опять-таки, после Америки, что интернет скоро станет доступным, если не сразу, то... Не надо будет собираться у вас кафе обязательно. То есть, как бы этот бизнес уже тоже тогда терял, ну, начал бы терять свою актуальность. Я считаю, что, наверное, предприниматель, он должен уметь чувствовать, иметь вот эту вот чуйку, как бы, когда можно, нужно вовремя продать бизнес. Бизнес надо продавать на пике. Да. Вот. И, допустим, делать какую-то диверсификацию или яйца держать в разных корзинах. Вот. Вот такие вещи. То есть, все совпало. Ну, может быть, в какой-то степени я еще и везучий человек. Ну, мне кажется, здесь тоже история и про чутье, и про везение. Еще к тому, что мне поступило предложение с казахфильма. Вот. Тогда как раз в этот период, да? Новая волна, да, то есть, вот пришли новые люди на казахфильм, и как раз таки начиналась вот эта вот эфир, эйфория казахского кино. Мне пригласили работать туда, быть руководителем департамента дистрибуции проката. Опять-таки, потому что у меня там профессиональные казахские литературные, там это надо понимать, знать. Вот. Профессиональные русские и вот эти вот какие-то бизнес-навыки. Да, навыки организаторов, так скажем? Да, Ну, это продюсерские навыки. И я это сделала с легкостью, с удовольствием. И вы пошли работать на казахфильм, да? На казахфильм, да. В организации, первым самым случаем. В организации, да. И я получила киношные все навыки, прям, можно сказать, с низов, именно там, чему очень благодарна и счастлива. Казахфильм меня научил всем вот этим вот стадиям, процессам создания кино. Но в какой-то момент я поняла, что я уже с этих штанишек выросла, потому что это адам структура, как бы то ни было, там как бы у тебя фиксированная зарплата, ты работаешь в рамках того, что тебе там диктует, скажем, руководство, руководство диктует Министерство культуры, вот это стопроцентные государственные акции. И мне тоже хотелось каких-то таких движников. Вам в очередной раз захотелось каких-нибудь движников. И тогда я сказала президенту... Это прошло сколько времени, получается? Это был восьмой год. Это был восьмой год. И прошло сколько времени, когда вы решили, что... Я в двенадцатом году открыла свою компанию. Alma Pictures. Alma Pictures, да. Я ее назвала как бы именем нашего города. Конечно, мое имя тут совсем ни при чем. Потому что меня тоже назвали в честь города. Скажем так, это совпадение, по которому легко можно узнать компанию, кто там работает. мы шалмоперчество, скорее всего, это Алмагуль. Да, именно. Ну, смотрите, за этот период, когда вы работали на больших проектах, на кинопроектах казахфильмовских, да? Сатаевский, да, был проект, еще там несколько... Ну, всех тех, которые делала тогда студия. Да, все фильмы, которые тогда делала студия, мы продавали успешно, то есть прокат, премьера, все вот эти вот приары, дистрибуции, это все было на мне. Более того, я тогда разделила продажи, то есть впервые мы напрямую продавали в кинотеатры, все кинотеатры Казахстана. Потом у меня был блок продавать на ТВ, не только казахстанское. дистрибьюторов для кинопрокатов в то время или они уже были? Ну, типа как Сулпак, Меломан, а были уже? Нет, Сулпак, Меломан, они прямо так не были обозначены, но тогда они были как представители там 20-й век Фокс, чего-то там, через Россию. Да, понятно. Поэтому мы напрямую заключали договора с каждым кинотеатром ТВ, и тогда было модно эти DVD-диски. По ним тоже приходили небольшие такие деньги, то есть фиксированные роялти, то есть как-то так я поставила этот бизнес-процесс и неплохо обратная такая связь именно монетизации происходила на казахфильме. И в какой-то момент все-таки твой отдел это продажники, ты продаешь. И я понимала, я президенту сказала, мы продажники, давайте платите нам процент из продаж. Потому что должна быть мотивация. Ты как бизнесмен это понимаешь. Я всех своих менеджеров тоже так настроила. Вот, ребят, мы продаем, чем больше мы продаем, тем больше мы будем иметь какую-то свою копейку. Президент согласился, эта идея очень понравилась ему. Но надо было это согласовывать с ВИЦиком, не знаю, с кем-то там, с культурой. И тогда люди, некоторые были против, типа, как это, почему только отделу дистрибуции надо платить? Надо платить цехам. Эти фильмы производили не они, типа того. Люди воспринимали вот это бонусирование не как часть инструмента для того, чтобы лучше было, а просто как будто бы какая-то премия пришла сверху, условно говоря, а как ее будем делить? Абсолютно. Ну и как бы, ну не предприниматели, они все равно им это не объяснишь. И тогда я сказала, хорошо, вот вам заявление об увольнении. Но я в смысле ушла хорошо, я сказала, вот я просто открываю свою студию, потому что я понимаю, что как бы дальше мне здесь делать нечего. Когда вы уходили, вы уже знали, что вы будете, например, снимать сериалы или у вас было намерение снимать кино? Ну, в смысле вот своей студией, своей маленькой компанией? Я сначала хотела... В 2012-м же еще не было так, как сказать, ну такой, ну еще было размытое понятие, что можно отбиваться в кинотеатр, ну в то время, да? Частных фильмов не было вообще. Да, практически не было, да, и как бы это можно было делать за идею, за госденьги, ну или за идею и за госденьги, ну или там, не знаю, там попытаться как-то что-то сделать в России, опять-таки, но там тоже было не совсем все понятно. Ну, опять-таки... О чем вы тогда думали? Какие ваши мечты были? Ну, вообще, фильм своей мечты я до сих пор еще не сняла. Да, да, понятно. Но тогда мне поступило предложение от турецкой компании, вот, то есть я не уходила в никуда. Понятно. Выстоит принимать и потом я как женщина, как кошка я всегда сначала наступлю, как бы попробую. То есть, да, я рискую, я люблю риск, но всегда я в никуда не ухожу, то есть пропасть. Турецкие сериалы тогда уже набирали такой оборот во всем мире, во-первых. Во-вторых, уже как бы наши каналы начинали делать такие небольшие закупы турецких фильмов и опять-таки как во времена там сеансов Кашпировского, когда турецкие сериалы крутились, все, то есть, замирали, значит, пробок нет, все сидят у телевизоров и старый млад, и сидят, смотрят на красивую картинку вместе с ними, переживают, плачут. Ну и тогда я сказала, давайте попробуем. Они предложили с каким предложением, то есть сделали какое предложение? Они принесли мне несколько сценариев, сказали, ну типа, можно ли снять это вместе в Казахстане, к продукции и так далее. И я тогда стала пробивать вот через каналы, ТРК Казахстана отреагировала, им очень понравилась эта идея. Там какая история была и Казахстан, Турция, или все в Казахстане? Нет, я предложила только вот так. Они хотели Казахстан, Турция, они имеются в виду турки. турки. Но я им предложила, зная как бы наш рынок, наш народ, наш менталитет и зная все-таки, что это государственные деньги Казахстана, я считаю, государственные деньги, они должны оставаться все-таки в стране. Мы должны нанимать своих людей, мы должны давать работу своим людям. Я сказала, давайте вы приезжайте сюда и мы будем снимать здесь нашу абсолютно казахскую историю с нашими локациями, с нашими актерами, но вот с вашим качеством. Потому что тогда очень мало было здесь специалистов. Были режиссеры, которые там в гиковские, выпускники, у них там совершенно другая школа, это не сериальщики. А молодежь, вот эти вот операторские, которые сейчас очень сильная у нас команда, скажем так. Тогда очень сильная заточенность была на кино, и в том числе на авторское кино, для того, чтобы снимать очень жанровый, получается, очень форматную штуку, непонятно было с кем делать. Вот, и поэтому всю команду я притащила с Турции вместе с их техникой, растамажила, тоже там приключений хватает. То есть, а команда это какая? Все постановщики были, да? Все постановщики были турецкие, а значит, актеры, и вот, скажем, административные, то, что касается местного контента, это была наша сторона. Вот, и таким образом мы сделали этот совместный проект. Он был настолько, я считаю, успешный, этот сериал показывают до сих пор, до сих пор показывают. Это, наверное, какой-нибудь пятнадцатый показ или с того времени, наверное? Не знаю, но в год несколько раз его показывают, более того, там люди тогда в первые годы, они, когда еще не было интернета, это двенадцатый год, они писали прямо письма, вот так вот, типа, требуя продолжения, что же случилось потом, был очень интересный такой актерский состав. Наверное, я одна из первых, когда тогда открыла вот этих вот театральных, скажем, старшевозрастных актеров, пригласив сериал, и потом у них тоже пошла вот эта карьера, и они сейчас все такие прямо звезды именно сериалов. это круто, потому что же очень долгое время, я так понимаю, вот именно вот это, как сказать, вот эта категория уже опытных, крутых, по сути, актеров, казахоязычных, мне кажется, ну, как бы я бы на их месте немножко было бы мне неприятно, потому что очень мало было бы работы сниматься именно в кадре. по сути, может, не так много снимали, но то, что снимали, это было, ну, как сказать, их не брали туда. Так и было. И, допустим, я взяла тогда на себя смелость пригласить Гошарат Жубаеву после Келина, после Келина как бы ее никто не смел приглашать, ну, типа тоже вот это вот Уят там она, ну, роль у нее там была очень смелая, вот, и я ее пригласила на этот сериал. И после этого уже тоже, когда уже режиссеры видят, что ага, ну, нормально. И уже как-то раз-раз-раз, и уже потом идет как бы по накатанной. Вот как-то так. Ну, в этих вещах я как продюсер не боялась никогда рисковать, брать на себя смелость. Очень много я работаю с дебютантами, актерами, которые потом стали звездами, я не побоюсь назвать их имена, это та же там Дарья Александрова, Динара Бахтубаева. Мы переходим к вашему проекту «Нархоз», да? Мы переходим к вашему проекту «Нархоз», да? Да. Можно я сейчас расскажу короткую историю? Хорошо, давай-давай. В общем, мы как-то, это был какой-то тринадцатый год, что ли? Тринадцатый. Может быть, даже двенадцатый, я не знаю, там был кастинг у вас в Тюзе. это был двенадцатый. Двенадцатый, да. То есть двенадцатый мне было тридцать три, да, хорошо. Но это важно, почему? Потому что вы мне написали, говорите, или написали, позвонили, ну так а так, я же кавренчик, как бы, а мы тогда еще нефтепродуктами занимались. Да-да-да-да-да. И сказали, ведь вот так и так у нас есть такой проект прикольный про студентов, и там один из компаний этих студентов должен был быть кореечным. Именно, точно. А я, если бы понимать, я в тридцать три года, мы так в голове еще себя таким чувствовали себя молодыми, но я уже был такой, ну не как сейчас, но я был довольно-таки полный уже такой. Вот. И как бы, и для меня это было как-то неожиданно, но мы в это время, как бы, ну активно мы уже там обанкротились один раз, поднимались второй раз, то есть занимались нефтепродуктами, все было в таком, как сказать, драйве, да. И вот тут вы мне говорите так, я такой сижу, и честно говоря, если бы меня снимали, конечно, было прикольно, потому что я сижу и говорю, ну надо же, сейчас бы ты согласился, да, если бы вернуться в этот 12-й год. Сейчас бы, да. Но тогда смотрите, короче, я сижу и думаю, надо же как, вот, блин, меня вот, Алмагут электров позвала на пробы, ну понятно, вы не пригласили меня на роль, попробуй, попробуйся. И я такой, надо же, вот я владел, может быть там какой-то полный студент должен быть, или какой-то, какой-то, да. Чем подвох, да? Не, ну это же подвох, я такой, мне как-то немножко, даже вот в моей этой жизни, так как там вообще не было творчества, да, скажем так, вот, как-то мне какой-то появилась такая штука, я думаю, ну интерес такой. Я думаю, я тебя из твоей зоны комфорта хотела вытащить. Вот, но я думал, что это роль студента. А вы сказали, ну там нужен вот отец студента, а у этого студента корейца, то есть я в 33 года вот с таким лицом, я все-таки, как люди, да, как актеры, насколько они как бы еще внутри с собой, со своим возрастом, и я думал, что я буду играть студента, то есть, ну там, 19-летнего, 20-летнего человека. Я такой, как, ну я, конечно, вам не рассказал, не подал это виду, ему что-то привезли, я думаю, а надо же, отца, а я что, и как бы пошел в зеркало. Я все, я уже отец. Оскорбился. То есть актер, который ничего не сыграл, я уже стал, ну как актер, вы знаете, переходите в категорию отцов, которые не сыграли. Это было очень прикольно. Тогда вот это было первый раз, когда вам мне рассказали, его тогда еще не было, и он появился, ну, через довольно-таки долгое время, ну там, мне кажется. То есть он в 14-м вышел в эфир, да? Нет, в 13-м. А, в 13-м уже вышел. В 13-м, да. У вас была какая-то коллаборация, да, с нархозом, или как это было? Ну, предложение поступило от 31-го канала, они объявили конкурс, и мы не одни участвовали, там, я не знаю, 4-5, наверное, компаний участвовали, и вот они выбрали именно нас, Маппикчерс, вот, и потом уже как бы мы начали этим заниматься. Но, 31-й канал, да, они вместе с нархозом, вот, я так поняла, во-первых, 31-му каналу нужен был какой-то такой молодежный сериал, а-ля, скажем, универ, да? А нархозу нужно было вот поднять тоже, может быть, ну, какой-то воздух, или что, привлечь студентов, привлечь студентов. Он тогда назывался, там, университет, или, не знаю, институт чего-то, там, имени Турары Рыскулова, экономический, да. Казгал, в наше время Казгал назывался. Да, очень такое вот сложное такое название, и мы, когда именно сериал вот этот утверждали, мы спорили, насчет названия. То есть, они хотели назвать его университет именинной школы? Типа того, да, 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 типа того. Я сказала, что, ну, может быть, моя молодость, когда проходила, я училась в Казгу, у нас были тогда нархозовские, ну, то есть, мы на каких-то этих мероприятиях молодежных пересекались, и я говорила, ну, для Алматы нархоз это уже бренд. Да. Так они после вас сделали этот рейблендинг, конечно, назывательно. Вот я хочу сказать, что мы тоже приложили какую-то такую вот свою лепту в этот рейблендинг, потому что нархоз настолько был популярный. Мне кажется, и у молодых было такое же какое-то обиходное. И студенты, ну, не скажу, что повалили, но во всяком случае с удовольствием. Тогда телек еще смотрела молодежь. тогда вот этих вот ютуб, вайнеров, там вот этого всего не было, они смотрели телевизор, им казалось, что если они поступят в нархоз, то они там встретят Динарку, Дашку, Куку, то есть вот всех вот этих, которых они полюбили героев, им казалось, что они действительно ходят вот в стенах, особенно молодежь с провинции. И это было очень здорово, даже есть официальная статистика, когда вот... Конкурс увеличился, да? Да, да. Они вот эту вот статистику показали, что после сериала в два раза увеличилось количество абитуриентов, вот, потом они подумали о том, именно о ребрендинге, и они вернулись вот к этому имени, названию Нархоз. Первый сезон вы снимали там в их локации, то есть в самом университете, да? Нет, второй, второй сезон мы снимали там, мы в их локациях сделали, ну, то есть, как бы в павильоне мы все воссоздали, там, общежитие, типа там, кафе при общежитии, аудитория и так далее. А первый мы снимали именно в самой локации самого университета Нархоза. Нет, я про это и говорю, то есть, первый вы не будете... Первый канал имеешь в виду. Нет, ну да, во второй вы снимали в павильоне, а первый вы снимали прямо здание университета. Здание университета, это было очень здорово, потому что атмосфера вся эта сохранялась, массовка, более того, вообще, я благодарна до сих пор администрации вуза, они настолько вот тоже отнеслись к этому вот с таким энтузиазмом. Мы на первом этаже в нескольких аудиториях, ты представляешь, да, площадь аудитории, это же здорово, мы ее переделали, значит, наполовину, да, и ты понимаешь, насколько это очень удобно было для съемок. Мы с одной стороны сделали, типа, общага, и вот камера по центру, а с другой стороны, то есть это... То есть вот одну огромную аудиторию, мы разделили, из нее сделали общагу. То есть вам дали еще полностью, скажем так, передекорировали отдельно? мы перекрасили, но мы потом все это опять вернули, воссоздали, да, но мы, нам позволили это все делать, мы там абсолютно утворили, здорово, потом у них замечательная такая кафедра есть военная, да, там же все закрывается на ключ, мы там оставляли оборудование, в общем, мы там жили, дневали, ночевали. Это ваше полчаса, студийный поведенок? Абсолютно, было очень удобно и здорово, вот, до сих пор я благодарна и вузу, и 31 каналу, и когда уже мы делали второй наркоз, уже автоматически, как бы, они продолжали с нами, но потом мы это делали уже на территории 31 канала. ну, скажем так, примерно понятно было, что вот в тот проект с турками, да, то есть, наверное, это был какой-то сценарий написан турецкими сценаристами, либо совместно с вами, либо с вашими сценаристами, да, было? Он был написан турками, да, мне, во-первых, там тема тоже понравилась, этот сериал, он назывался, Аке, называется, Аке Серте, это отцовский долг, да, значит, у нас тем вообще про отцов тогда не было, это тоже, опять-таки, и тема была первый раз, когда вообще проблему отцов поднимает, там, семейные ценности, именно с точки зрения, когда главный персонаж, наш отец, она была написана турками, но я как филолог, я его сама адаптировала, редактировала, вот, что-то вносила, что-то убирала, вот, вот, а в нархозе, как вы, ну, где вы, в нархозе мы нанимали сценаристов, там у нас была целая группа сценаристов, в первом нархозе, это была одна группа, во втором нархозе другая, вот, и многие из них сейчас, которые продолжают в комедии, в то время же тоже не было таких прям, групп прям, ну, таких профессиональных сценарных групп, но все-таки это были люди, ну, с ним небольшим наговором, очень сложно, это КВНщики, скорее всего, да, были? Это были и КВНщики, и не КВНщики, да, тоже, да, ну, то есть, вот, нархоз, получается, первый, второй сезон, он хорошо прошел, ну, на телевидении, хорошими цифрами, да, я послышу, что вашим проектом, там, 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 там же, в Москве, часто его упоминают, как один из самых успешных ситкомов, да, они, да, он как-то продавался, и они его на Каннском рынке, по-моему, неплохо продали, ну, 31 канал, ну, ты знаешь сам, как продюсер, то есть, это может быть, вот эта вот сторона, которую надо, может быть, со временем поднимать, да, то есть, я о правах, да, когда ты производишь сериал, ты его отдаешь каналу, и права полностью остаются у канала, ты будешь производить. как-то это, как предприниматель, как человек, который, ну, уже работал, скажем, в казахфильме, тот человек, который занимался продажами, скажем так, объекта интеллектуального права, или как-то так называется, вы какой-то, видите выход в этом, там, ну, и вообще нужен ли какой-то, то есть, такой элемент, ну, то есть, как разделение прав, например, ну, которое есть, скажем так, там, на рынке, там, Украины, России. Я считаю, что да, я думаю, что мы к этому, наверное, тоже придем. Если бы я поняла, понимала, что, вот, допустим, когда я произвожу какой-то очередной сериал, есть, ну, деньги, скажем, канала или министерства, да, но я готова внести тоже, там, свои инвестиции, и разделить права. Это бы гораздо расширило рынок, вот, и мы к этому должны прийти, потому что с каждым годом во всем мире, да, сейчас сериалы, они даже, наверное, уже в какой-то степени будут такие кинотеатральные фильмы оттеснять, да, во всем мире. И сейчас это не стыдно снимать сериалы, не стыдно, вот, всяким звездам быть главными героями сериалов, и они приносят огромные деньги, и одна серия, там, ну, все знают, те же, там, Игры престолов, или чего-то там, да, допустим, это уже совершенно другой бизнес, и нашим каналам тоже это надо понимать. Я об этом потихоньку поднимала вопрос и рассказывала при встречах руководителям каналов, да, государственных, но пока они этого, наверное, не понимают. Когда ты им говоришь вот о каких-то таких вот больших вещах и о перспективах, я не хочу утрировать, но я просто свидетель, да, и мне тогда там, ну, директора, они говорят, ой, давайте лучше мы снимем про вот Янеша, Келинок, да, вот никак они не могут отойти, они говорят, это нам дает рейтинг, но пора уже поднимать уровень зрителя тоже. Мы для чего? Мы люди искусства, творчества, как раз таки для того, чтобы поднимать общий уровень культуры, образованности и так далее, да, вообще человек искусства, культуры, он рожден во всем мире, да, это было и в любые века, для того, чтобы сеять вот это вот образование, пропаганду, вот даже вот мы сами сейчас с тобой говорили об этом, элементарно, там, подняли авторитет, увеличили продажи и так далее, я не говорю о том, что можно вносить вот эти все ценности, то, чего не хватает сейчас, да, не только государству, а народу в целом, да, тот же патриотизм, это все как бы легче не через эти лозунги или какие-то там госпрограммы, а именно через то, что народу близко, это те же стихи, песни, музыка, кино, книги, через это только можно, может государство свою идеологию, скажем так, пропагандировать. Вы знаете, я вот совершенно с вами согласен, мне кажется, что даже сейчас, если, например, взять приоритет, что интересно людям, по жанрам, может быть, по темам, люди разных, по застов, может быть, интересны разные вещи, но способ восприятия, он примерно одинаковый, люди смотрят видео, ну, побольше, чем всего остального, может быть, вот под вопрос читают, но мне кажется, как раз таки, вот то, что вы говорите, стихи, музыка, это же все, может быть, совмещено, условно говоря, ну, мы знаем же, ну, я так из последних примеров, есть потрясающая музыка, из потрясающих фильмов, да, которые теперь ты слышишь, и она у тебя ассоциативным рядом идет, фильм, ну, не весь фильм, понятно, но какие-то визуальные картинки, и он тебе добавляет на оборот, потому что у тебя какие-то есть эмоции, впечатления, в том числе, там стихи, я вот, с одной стороны, не очень, как сказать, ну, не очень большой любитель читать много стихов, но почти во всех фильмах, когда шли там, «Покровских воротах», цитировали Пушкина, я эти, почему-то, мне сразу залетали эти стихи, мне хотелось тоже их декламировать, то есть, ну, какие-то такие вещи, но вот по государственным, мне кажется, там очень простая вещь, в том числе, это опять-таки мое личное мнение, в том числе, то, что вы рассказывали про студию «Казахфильм», там сидит человек, например, чтобы выплатить вам, ну, вот эти, скажем, премиальные, или бонусы, это, получается, надо расписываться под тем, что государственные деньги уходят вот этим вот людям, условно говоря, и также на государственных каналах, разделение прав, как бы завтра, когда меня будут проверять, не выглядело бы это, как какая-то коррупционная, составляющая, кто-то внес деньги, а мы, как это не наше, как это не государство, как это, ну, там, на 60% государственное, на 40% какого-то частного лица, но мне кажется, что это больше такая подстраховочная модель, в которой либо человек на государственном должности должен обладать определенным видением, соответственно, определенной смелостью под это видение, чтобы решать это, ну, либо как бы, ну, как бы рейтинги, это тоже какая-то понятная штука, потому что, ну, там, с одной стороны, общество требует, ну, в том числе, то, о чем мы говорим, да, добрых светлых фильмов, да, ну, например, с одной стороны, с другой стороны, ну, добрый светлый фильм, это не KPI, как бы, ну, для какого-то министерства информации, там, и, соответственно, они говорят, а вот, например, ну, сколько людей посмотрело ваше эту добрый фильм, да, 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 и, соответственно, наверное, такая ситуация возникает. Согласна, да, здесь, конечно, вот это вот, то, что ты, как бы, чиновник, да, какого, хоть какого ранга, да, то есть, вот этот вот наемный, маленький человечек, он должен, вот в рамках своей, вот этой вот, не знаю, инструкции работать, ему вот эти лишние движения, зачем, за которые потом, завтра, может быть, ему придется отвечать, или это слишком много, не знаю, сложностей, но вот, вот это вот еще, как раз таки, ты тоже, как продюсер сериалов, знаешь этот момент, вот я до сих пор не могу понять, я думаю, что, наверное, будет такой случай, когда я смогу это высказать, именно министру, да, потому что на других рангах, на уровне комитета, там, начальников чего-то, там, этого не понимают, я о том, когда вот надо, допустим, они заставляют брюлить, да, но мы когда снимаем, да, там, понятно, да, мы как бы, то есть, если там мне не заплатила эта вода, я ее как бы и не буду показывать, она будет стоять так, скажем, не заплатил-то сайт за эту бутылку, самая вкусная вода в Казахстане, не заплатил-то, да, но, вот, причем, далеко не буду ходить, вот в одном из самых последних заказов, через министерство, опять-то это такой молодежный сериал, и молодежь, ну, идет, скажем, там, наушники, здесь, монстр бит, да, или там, держит там сотку, или там, они играют на инструментах, и этот, усилитель, там, с надписью, Сони, Маршал, чего-то там, нас заставляли все это брюлить, да, ну, окей, если это просто репортаж, да, там, могут забрюлить, там, Адидас, понятное дело, это не художественные, как бы, произведения, там, как бы, информационные новости, что-то там, это, как бы, понятно, но, когда ты делаешь художественный фильм, и ты портишь эту картинку, из-за того, что тебе надо забрюлить наушники, слава богу, спасибо моим монтажерам, они все это делали красиво, зритель, то есть, этого не заметит, просто, как бы, такой вот, пустая надпись, или, там, герои проходят по улице, у тебя на фоне, кафешки, вывески, название там, улиц, чего-то там, они думают, что мне Соня заплатил, продакт, было бы неплохо, я бы была счастлива, я бы купила этот сериал у министерства, просто, ну, это же смешно, это, вы знаете, даже не смешно, это грустно, потом, ладно, окей, ты на все соглашаешься, да, как бы, значит, заказывает тот, кто заплатил, да, или как танцует, вот, хорошо, но, когда наступает момент сдачи проекта, вспомни, да, у тебя 100 серий, в каждой серии 40-50 страниц, тебе это надо все в бумажном виде, сдать, почему-то, почему-то, весь сценарий, сценарий, когда утверждали полгода назад, тебе его в отчет надо сдать бумажном виде, надо тебе сдать харды, надо тебе сдать 50 этих дисков, которые вложены в упаковочные там с этой надписью, с номером договора, когда эти ГОСТы утверждались, сколько лет назад, сейчас цифровизация, сейчас тот же министр, те же все другие министерства, о цифровизации Казахстана, я уже даже не говорю, что это нужно для того, чтобы упростить этот бумагооборот, я говорю об экологии, да, конечно, сколько бумаги мы тратим на то, чтобы это просто сдать в архив, я вот один раз вез в Астану такую, знаете, клетчатую сумку, и это был не 100 серийный сериал, это был 20, по-моему, почему, почему мы об этом не говорим, почему министерство об этом не задумывается, вот про то, что заблюрить, я вам расскажу, это даже более такая радикальная, когда, я не знаю, как вы делаете, я до сих пор не решил эту проблему, вот у нас в сценарии есть магазин, продуктовый, и когда у нас заходит персонаж, стоит продавец, ну, по большому счету, и все заблюрено, либо мы делаем, это как будто или персонаж опоренный, и все он видит в этом, потому что наши магазины, они такие, в обычный маленький магазин продуктовый, ты приходишь, а здесь тут Мальборо, здесь там Орбит, здесь там еще что-то, там семечки, джин, и все это, если мы так не делаем, то какой там магазин, из какого, откуда он, с 90-х, с 80-х, что ли, хлеб там, ну, в смысле, что даже тогда лежат, без надписи, да, мы не можем, там, хоть сельский магазин, он не может быть, вот таким вот, как сказать, дерево там, такие полочки, стоит человек в фартуке, получается, если мы все блюрим, то человек попадает просто в заблюренную, да, да, а что мы блюрим-то тогда, люди должны понять, вот стоит продавец, и что за блюрина там, там может быть все что угодно, может он стоит по сведению, я не знаю, там мешков муки, может быть, по сведению ничего, я вот до сих пор, мы каждый раз думаем, вот давайте, именно художественная ценность теряется, сцены, да, именно, потому что магазины у нас такие, вот такие магазины, что теперь делать, наверное, более четко должны тогда вот эти нормативы прописывать, потому что, и потом у них же постоянно эти люди меняются, ты начинаешь проект с одним менеджером, да, в этом комитете, который утверждает, а потом заканчиваешь другим, и допустим, в какой-то момент приходит какая-то новая татешка, для которой, у меня было так, у меня уже сценарий утвердили, мы уже снимаем вовсю, и тут приходит татешка, которая вот с какого-то там комитета, женщин, чего-то там, говорит, а почему у вашей опашки нету аташки? У нас казахская женщина не может быть без мужа. Да, это вообще, ну это прям такая, ну в смысле, я смеюсь, потому что мы часто с этим сталкиваемся, ну аташка без мужа. Давай поднимать этот вопрос, да, или там, у нас не может быть разведенных женщин, у нас не может быть брошенных детей, но сейчас, по-моему, уже более-менее как-то уже, ради рейтинга, там уже больше, каждый канал по-своему, как бы начинает себя уже вести, потому что уже потихоньку приходит понимание, что не может, про идеальную казахскую семью будет очень неинтересный сериал. Абсолютно интересный. Потому что если ничего не происходит, классненько, давай покажем сегодня, как они идеально проводят время, полная семья, никаких конфликтов, и завтра покажем, и это каждый день будет похоже на друга, вот они, вот они пошли, не знаю, там запускать воздушный шарик, и как бы никого, никто никому там не изменил, не украл, не убил, не спрятал, не сделал подлости. Ну и потом, конечно, там, особенно, то, что касается цензуры, да, там, почему у нас и новости, и сериалы, они только вот бытовуха. Да. Мы не можем, да, говорить о политике, мы не можем говорить, скажем, о людях в погонах, о силовиках, да, то есть, как бы, это все табу, и ты можешь только вот в рамках, кто-то кого-то затопил, кто-то кого-то там, ну, не знаю, обидел, в лучшем случае, да, да, и вокруг этой бытовухи, а потом зрители те же говорят, блин, а что такие, да, других тем нет, ну, потому что есть цензура. Я это к тому, что, опять-таки, о правах. Если у нас, у продюсеров тоже будут права, то есть мы, наверное, будем иметь какой-то голос, да, вот в этом тоже, да, если, то есть это мы не только снимаем на деньги, скажем, ну, когда ты снимаешь на деньги заказчика, ты вынужден, да, все это выполнять, а если ты снимаешь на свои деньги, ну, вот, не знаю, да, я хотела бы и с тобой посоветоваться, ты много ездишь, там, ты знаешь, украинский рынок, как там происходит, все равно мы как-то, наверное, чуть-чуть запаздываем. Мне кажется, там есть две составные части, они пока не соприкасаются, то, что это касается прав, у них это появилось из-за, то есть только бизнеса, ну, то есть канал может заплатить столько-то, например, а хотят произвести проект, который стоит, там, например, 300 очень много, 150, ну, да, что-нибудь, что-то около 150 долларов, да, например, ну, вот, например, вы как продакшн взяли бы за это 150 долларов, мы понимаем, что вы, может быть, ну, это нормальная практика, около 15 процентов, например, зарабатываете сами, то есть, соответственно, у вас где-то 22 доллара, это ваши деньги, ну, понятное дело, ваши заработанные деньги, если все сделано, но все-таки это не деньги в прямом виде, то есть не из кармана, это работа какая-то, только ваши студии, да, все остальное мы закладываем, и, соответственно, возникает там 127 с половиной долларов вам обходится этот проект, например, и вы, например, вкладываете еще, ну, там, вот эти 27 долларов, например, уже своими деньгами, и получается, вы вместе с ним получаете, например, проект, который вложен и выглядит на 150, а не за 100, и у вас разделенные права, значит, через 3 года, там, условно, там 6 показов, все права на этот сериал переходят вам, то есть все премьерные показы уже прошли, и на другие территории, скажем так, да, я могу его продавать, да, вы можете продавать, но вы, конечно, так не продадите уже за 100, ну, уже там какой-то там 6 или какой-то показ, но если это какой-нибудь проект, что-то вроде там, кухня, который до сих пор смотрят, например, или же, кроме этого же, права же, как сказать, они же не только вот на саму продукцию, на продолжение же тоже, то есть они уже не могут, то есть вы обладатель прав на продолжение, на образы и так далее, да, соответственно, вы, ну, как бы попытаетесь заработать, ну, как бы таким образом, у них это возникло, в частности, из-за разделения украинского российского рынка, по сути, что делали так? Российский продакшн делал, например, первого канала, он, например, делал за их деньги, и у них, кроме того, что потом их права перейдут, а у них там по-разному, не все каналы так делают, они могли продавать в Украину, а рынок там, ну, хоть и меньше, чем российский, но все равно какие-то сопоставимые деньги, не как у нас, да, какие-нибудь там, например, сделают серию за 300 тысяч, например, да, продают его там первым каналом, может быть, не зарабатывают, но когда продают в Украину, например, они получают еще там 1080. 80 тысяч, эти они зарабатывают production сам. И так же и наоборот. То есть украинская компания делала, например, делать изначально так, чтобы его можно было показать на канале в Украине, а потом продать его на Россию. И Россия, в России, получается, ну они дешево покупают этот проект. Но украинцы должны делать так, чтобы непонятно было, что происходит, где. То ли в России, то ли в Украине. Непонятные люди в непонятной форме, если вот, ну такие вещи. Понятно, уже органы порядка, все это, и армия все это и случается в нашей ситуации. Ну, в общем, вот так вот это у них вот так возникло. То есть раньше, потом у них отрезался украинский рынок, и появились стриминг, появились вот эти провалы. Сейчас у них вот эта крупная компания ВАБИ-ДАБЛЮ, которая вот с всеми этими хитами, там, кухня, там, сейчас у них вот эти иппироговы. Понятно, у них через какое-то время прошло время, и все провалили, вернулись к ним. То есть сейчас, если сейчас вы хотите условную кухню, например, показать у нас где-нибудь, то вы уже не в СТС идете, а уже идете к ВАБИ-ДАБЛЮ. Ну, и вот так же. Ну, то есть все-таки это возникло из-за бизнеса, это не какое-то регулирование и какие-то правила больше. У нас, я вот не знаю, какие ситуации может возникнуть. У нас может возникнуть такая ситуация, что если мы поверим в то, что через три года какой-то наш проект может приносить деньги нам же, да, тогда мы можем пойти предложить, но, скорее всего, мы можем работать только с коммерческими каналами по такой схеме, потому что ну, у них и денег меньше. Государством, думаю, не договоримся, потому что, как вы говорите, там постоянно меняются люди, ну, как сказать, мы сейчас договоримся, ну, даже если министр скажет, ну, каждый раз это станет вопрос, кто-то должен это решать, вступать ли в такое разделение прав частным лицом. С государством, да, я думаю, вряд ли придется. Да, мне кажется, у нас гораздо больше много вопросов, когда государство должно сотрудничать с частными компаниями, где это не решено, а тем более нашу отрасль, мне кажется. Но с частными, я думаю, сейчас, по идее, к этому есть предпосылки, потому что те же коммерческие каналы, те же 31-й, если брать рекламную модель, они, ну, у них бюджет небольшой, чтобы отбиваться рекламными деньгами, а других, вы бога, денег у них нет. Другое дело, что есть еще такое у нас уже укоренившееся, ну, что руководители каналов, все хотят быть правообладателем, то есть все хотят собрать библиотеку, но мы на самом деле еще ни одну библиотеку такую не доказали, как сказать. Ну, нет, даже вот ваш проект, может быть, насколько вот сейчас, если бы были права у вас, сколько бы вы зарабатывали? Мне кажется, не очень много денег, видите? Ну, я думаю, что да, и тем более, что эти проекты делаются, они же, ну, это не вечные ценности, да? Это там, скажем, не такая классика, которую через сто лет еще будет хотеться смотреть. Что-то кажется уже смешным, нелепым, опять-таки, неактуальным. Перспектива 10 лет, почему юмористические самые такие? Ну, 10, да, вот типа там, ну... Солдаты, они говорят, что они там в 50 раз себя купили, он более дешевый, помните такой сериал был? Да, 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 да. Потому что его до сих пор на региональных продают. Да, 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 да. Но с другой стороны, тогда бы у нас с вами, если бы у нас были такие права, мы бы свои деньги вкладывали, да, либо там не получали свою прибыль, а считали это инвестициями, у нас был бы большой стимул, мы бы точно спорили бы до хрипоты с каналами, и говорили, не-не, вот это не надо, чтобы нам нужно что-то проверить был такой. Конечно, конечно. Чтобы смотрели его всегда. И ваши вот эти замечания, давайте будем говорить. То есть, ну, для нас, для продюсеров, ну, для меня, во всяком случае, я уверена, для тебя тоже, наверное, такая мотивация, она нужна, потому что мы же делаем, ну, я во всяком случае, для меня сначала как бы первичная идея. Да, конечно. Не деньги. Да, она может измениться. Да, 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 вот и все время так случалось, Коля, вот я где-то чуть-чуть опережала темами, да, то есть я вот с какой-то вот такой актуальной темой ходила, допустим, на госканалы, и они тогда не понимали, им казалось, что это как бы не стрельнет. А потом через год-два они сами же эту тему начинали, то есть как бы, ну, не продвигать, то есть вот искать. Да, искать, да, такое часто у меня тоже было. Да, и потом есть еще такая тенденция, по-моему, ты об этом тоже как-то говорил, ну, если грубо сказать, воровство, да, ну, идеи, они, да, они могут приходить одновременно с имерым, но были такие случаи, когда даже не меняют название, не меняют, ты когда приходишь на канал с этим проектом, они говорят, ой, хорошо, спасибо, мы подумаем, откладывают, и через полгода, даже не меняя название, этот проект выходит. Ну, да. Ну, я, вы знаете, к этому как отношусь, вот я вам скажу два всего-ли короткие истории, у нас был один проект, назывался «Абай Юнайтед», про детдом, которым человек приехал и решил создать футбольный клуб, вот, футбольную команду, потом этот проект выходит, но я не считаю это, вот, это случай тот, который я не считаю вырастом, почему, потому что мы понимаем, министерство дает каналам задания там, на социальные темы, мы этот «Абай Юнайтед» придумали именно так, ну, кто-то тоже, исходя из этого, придумал, ну, потому что, давайте будем честными, это есть история про Киану Ривса, про бейсбол и так далее, то есть это же… Потом вот этот вот русский, где Хабенский, да, да, ну, там такая больше другая, ну, да, в общем, нет, ну, таких много, то есть когда человек приходит, бывший спортсмен или кто-то еще, и эта команда преображает его жизнь, все такое, все понятно, то есть это, ну, такая история, в которой я вообще не почитал, может, мне пишут наши, говорят, что это же наша «Абай Юнайтед» и я говорю, ну, это такая, которая появляется везде, ну, если вот история у меня совсем недавно, у нас режиссер один, кинорежиссер, обратилась, узнала сюжет нашего сериала одного, но она его не прочитала, но она так меня, ну, как сказать, вроде вежливо, но практически решила, то, что я своровал ее сюжет. Я думаю, что нам очень надо внимательно отнести самим сюжетом к самим идеям, ну, мне так кажется, потому что, ну, вот история про то, что, например, вот о чем был наш сериал. Есть женщина, которая, у которой дочь, которая не знает, что она ее мать, покончит жизнь самоубийством. Для того, чтобы понять на самом деле настоящие причины, она устраивается в школу работать художественным руководителем. В ее, в этом фильме, который они снимают, там иностранная компродукция, серьезный фильм, там что-то похожее, то, что женщина хочет узнать, как ребенок ее убил. Ну, так выходит, что имя, которое у женщины, это такое же. Ну, с другой стороны, это имя Салтанат. Ну, да, вроде как бы... Ну, как бы, да, ну, такое, ну, я не знаю, это совпадение, не совпадение. Ну, в смысле, это точно совпадение, потому что это даже не я это имя давал. Вы знаете, у меня в разработке был один украинский автор, значит, он хорошо детективы пишет, это она дала имя ее. Это даже, вот говоря, даже не то, чтобы я бы где-то услышал бы, ну, человек вообще, ну, вряд ли, тем более это сериал, он вообще не рассчитан, он не такой, там есть определенный, ну, в определенном жанре, это, то есть, определенная такая драма школьная, грубо говоря, ну, вот и так далее, такая острая, с одной стороны, но она не претендующая на фильм. Вот, и пока я не выпал высыл сценарий, в общем, разговоры все были такие, очень эмоциональными, ну, по поводу того, что как вы могли украсить, грубо говоря, идеи этого. Я, честно говоря, не то, что, но мне кажется, что, честно скажу, я не считаю это идеей. Вот, грубо говоря, такая формулировка, я не считаю, что это идея, которую стоит воровать. То есть, если бы я услышал и рассказал, я должен ее своровать. Это должно быть, ну, я вообще не собираюсь никого воровать, но чтобы даже возникло желание своровать, это должно быть что-то очень ценное. Я не умоляю этой идеей, потому что мы ее разрабатывали вместе с людьми. Ну, она не такая, чтобы вот ее, знаете, там. Конечно, понятное дело, когда разработанный проект, это просто не то, что идея, это полностью работа проведенная. Да, вот мы сейчас, например, с нашим соавтором из Москвы, мы три недели по два часа в скайпе, в день проводим разработку проекта. То есть, полное описание проекта с посередником. Конечно, если кто-то нас ворует, какая бы там у нас ни идея была, это наша работа, которую точно своровали. Хоть даже это будет простейшая идея. Ну, и вас мужу все это сделали и так далее. Ну, вот, мне кажется, такое какое-то... Может быть, это стоит регулировать, с другой стороны, насколько сейчас это такая прямо вот бич, я вот не знаю. Да, нет, ты прав. Я как раз-таки насчет идей разработки. То есть, остается даже название. И даже полностью, ну, допустим, была одна программа, и полностью у нас вот на первую программу, на первый эпизод сценарий был прописан, и один в один ничего не меняется. Но даже в таких случаях, я, допустим, не бегу там судиться, выяснять отношения, и не потому что там я не хочу иметь... Ну, в смысле, какие-то сложности, да, там потом, возможно, с заказчиками. Такие вещи, они меня всегда закаляют. То есть вот, ну, во-первых, я, может быть, и остываю, да, думаю, ну, значит, это не мое, там, окей, я всегда желаю удачи вообще, чтобы такой проект просуществовал, чтобы он имел, как бы, возможность появиться. Вот, отпускаю ситуацию, и это меня очень сильно закаляет. То есть вот я из тех людей, когда, вот, допустим, если тебя бьют, ты падаешь, то обязательно я становлюсь сильнее, я встаю, иду дальше. Это важно. И опять-таки, вот то, что, когда есть конкуренция здоровая, это тоже здорово, потому что это дает тебе стимул быть лучше, идти всегда, как бы, когда кто-то тебе дышит затылок, ты всегда чуть-чуть идешь впереди. Вот, как бы, вот эта вот ситуация. И ты знаешь, у нас рынок маленький, у нас мало, да, и продакшенов, которые, там, скажем, каждый год стабильно, там, на рынке, таких тоже мало. Я всегда говорю продюсерам, давайте объединяться, если даже не делать какую-то, там, гильдию, ассоциацию, у нас одни и те же проблемы, вот типа того, которые мы должны поднимать перед министерством. Конечно. Мы должны поднимать перед теми же каналами, да, там, мы должны их поднимать перед командой творческой, производственной, потому что одни и те же люди. Опять-таки, министерство, я говорю, ты же знаешь, да, значит, когда вот это все спускается, это закрепляется, договора подписываются, весной там начинают писать сценарий, летом все снимают. Да, как и все. В Казахстане как будто бы вот тропики. Да, да, да. Происходит все только летом. Да, все происходит. Это одно. Второе. В этот момент все режиссеры дорожают два раза, гонорары, да? И все дорожают. Операторы там, художников, это вообще засада. Их нету просто, их вообще у нас и не выпускают. Вот, кстати, это тоже очень проблема. Художников, сценаристов не выпускают. Они все заняты, ты там уже кого-то берешь с улицы, ты попадаешь не только на людей. Потом одни и те же актеры, они когда к тебе приходят на пробу, они никогда не признаются, что они параллельно снимаются в другом сериале. Ты уже его заявил, он тебе завтра срывает съемку, но предупреждает, но ты вынужден подстраиваться. Вот это вот беда. Это же можно отрегулировать. Просто надо разговаривать, договариваться и не бояться, и не сидеть вот так вот, как куркули, каждый там варится в собственном сапу. Я согласен с вами. У нас основная проблема – это диалог, то, что вы говорите. Но диалог у нас почему? Потому что у нас до сих пор, честно говоря, парадигма такая. У нас вот есть канал, и как бы это вроде как сотрудничество, но если вы даже внимательно посмотрите, какие термины использует руководство канала, ну, высшее руководство обычно не использует, потому что им это не нужно. Ну, такой, который конкретно с вами работает, да? Они используют своим, типа раздали, отдали, вам же дали проект. То есть они считают, что все-таки они дали проект. То есть мы, ну, и мы, когда соглашаемся с этим, мы тоже соглашаемся с порядком вещей. Но на самом деле это же сотрудничество, по идее. То есть мы с вами должны вместе работать. Выник организация, которая просто должна отдать, и должно очень замечательно получиться. Вот это тоже, мне кажется, проблема, то, что у нас нет и на каналах, ни в продакшн-студии не может себе позволить профессиональных редакторов. Вы, например, можете быть редактором, да? Например, сами, сами как продюсер. Но если у вас, например, будет очень много проектов, ну, вопрос, да? Завтра вы будете производить 200 серий в год, ну, или там, ну, вопрос, как вы сможете еще и продюсером быть, и редактором, и так далее. Конечно, физически, да. И потом каждый должен заниматься своим делом. Соответственно, на канале они как бы просто, это, как сказать, это человек, который просто заказывает. Не важно даже его компетенция, по сути, хотя там еще многих людей. Обычно, когда человек доходит уже до руководящего этого, у них появляется компетенция, но он уже этим не занимается. Он не вычитывает сценарий, не высматривает уже. А приходят новые люди, соответственно. Соответственно, у них все такое, вот мы вам сидим, раздаем. У меня, честно говоря, большое разочарование, потому что я всегда считал, что те, кто знаком с производством, никогда там не поступят. Но практика показывает, что люди из продакшенов, тоже, если приходят на такие должности, оказывается, точно так все ведут. То есть это у нас такая уже парадигма. Я думал раньше, любой продюсер придет, если производство, он понимает эти проблемы, он так не будет себя вести. Нет, они ведут себя точно так же. И получается, это первый вопрос, это то, что диалога, то, что мы с вами должны сотрудничать. Какой-нибудь первый канал и какие-нибудь сценарии лично высчитывает Эрнст. Потому что это сотрудничество. Потому что если ты хочешь что-то сделать и кому-то доверил, вы вместе должны понимать на любом этапе, к чему вы идете. А не так вот, заказал, приходи через год, покажи мне классный сериал. Понятное дело, что когда они сильно вмешиваются, это тоже у нас возникают какие-то проблемы. Но по нормальному это должно быть компетентное сотрудничество. Мы должны разбираться. Мы как, так как мы, ну, типа как бизнес все-таки, продакшн студии, мы пытаемся развиваться как можем. Но пока мы не станем крупными, либо объединенными игроком, либо каждый не станет крупной студией, а наш рынок не предполагает, чтобы у нас какие-то прям крупные студии появились. Ну, которые, знаете, там, типа в Украине, там, в России есть. Ну да, она постоянная такая. Да, они, которые вот делают, они знают, ну ладно, вам не продадим, вот вам продадим. Это все равно крутой проект. Ничего страшного там, грубо говоря. То есть и с ними работают там, да. Вот. Либо так, либо так. Тогда будет диалог какой-то. А пока, ну, вот мы и так и работаем, потому что, ну, фу, о конкуренции, например, вообще не считаю, что вот мы конкуренция только перманентно. То есть, грубо говоря, если бы когда вот они объявляют тендер на Нархвост, например, потом есть, например, я бы подал, ну, тогда я бы не мог под этим общением заниматься. Например, вы и я, вот мы вот в этот момент конкурируем. Потом мы не конкурируем, по сути. Потом мы, по идее, должны делать так, чтобы, ну, мы должны признать, что вся наша и каналы, и там, и студии, и все люди в них, мы чуть-чуть, как бы, ну, так, ну, в каком-то отсталом немножко таком находимся. Ну, все вместе, если брать индустрию. И что нам надо прорываться вверх просто, ну, как бы все вместе там, как угодно. Конечно, и вот чтобы был этот прорыв, вот мы все должны по всем вот этим фронтам. там, мягко говоря, развиваться. Ну, вот этого не происходит, потому что, опять-таки, я говорю, каждый варится в собственном соку. Тендеры прошли, да, и, опять-таки, я говорю о конкуренции. Нету конкурентов, потому что, в принципе, работа есть для всех. Да, да, даже ты приходи с какой-то там суперидеей, ну, окей, там, может быть, какие-то каналы уже привыкли работать с определенными продакшенами, им это удобно, привычно, как бы, они знают, чего ожидать, какие-то такие вещи. Но иногда же какие-то залетные продакшены, извиняюсь, Вася Пупкин просто с ноутбуком, и он получает этот тендер, заказ. Потом тот же Вася Пупкин мне звонит и говорит там, «Алмагультатье, дайте мне в аренду технику, камеру людей, а у вас есть то, у вас есть это». И я получаюсь в субподряде. У меня было много таких случаев, когда я просто в субподряде, основной заказ заключен с каким-то там вот этим вот непонятным продакшеном, за которым ничего нету. Но все делаешь ты, и ты получаешь там, допустим, в три раза меньше, чем бы ты мог получить, если бы ты был прямым. А вот это как происходит? Мне кажется, происходит это вот как раз-таки вот в голове у людей, это киношная схема. Вы помните кино, как Голливуд? По моему мнению, все играют в Голливуд. Вот у нас потрясающие сценаристы, как будто сценарист, как будто бы, знаете, это казахские гении. Есть люди, которые могут просто «А у меня есть идея, не занимаясь ничем», написать идею. И все это, в ходе министерства, мне кажется, воспринимают так. А чего у нас не появляется новых сериалов? Почему они думают? Классных, новых. Потому что, может быть, не дают молодым идеям? То есть, как будто бы есть человек, который всю жизнь работает кем угодно, но у него есть потрясающие идеи, и все, что осталось, ну, как в фильмах, помните, там, меня, мой сценарий купили, и стоит остаться, надо ее поддержать. Все страны не умеют ничего делать, вот ее надо поддержать, вот есть идея, все, и будь. Не важно, что он не продюсер, не важно, что, ну, например, даже не продюсер, а тупо, ну, это большой вопрос, можно ли в какой компании перечислять деньги? Ну, это же всегда такой вопрос, ну, грубо говоря. Вы же, кому попало, тоже не перечисляете деньги. Ну, да. Да, просто там, я приду и, не знаю, там, привезу вам пять компьютеров, да, ну, вы как-то узнаете, вы компьютер вообще там привозили, правильно? Ну, да. По идее. Может ли он вообще осуществить это? Знает ли он вообще предмет, потому что это чудовищная некомпетенция вообще, что такое сериал, потому что сериал-то не кино, ну, как бы. Конечно. Идея для кино, вот вам может быть нравится, классно, но она вообще не до сериала, не для, ну, как сказать, ну, во-первых, не до сериала, во-первых, не в наших бюджетах, во-вторых, ну, там, например, кто это будет делать, кто это напишет. Ну, потом, опять-таки, да, вот это вот короткие сроки, про это ты тоже знаешь. Да, короткие сроки. Там летом, если ты успеешь снять, блин, осень ты занимаешься постом, а до декабря, извините, они должны получить эфирную справку, потому что госденьги, там, как он называется, счетный комитет, чего-то там, тоже опять должны отчитаться. И вот это тоже горячка, ты это тоже знаешь. Ну, вот я думаю, что это бюджетное, двухлетнее бюджетное планирование должно быть. Двухлетний канал должен бюджетироваться. Понятное дело, что государства не могут, потому что вся система такая. Но есть, вот недавно на Казахстане, когда мы разговаривали, они вроде хотят так. Что это значит, что в этом году, в начале года, ты должен думать, что будет показываться в следующем году. В следующем году. И тогда рассматривать, например, заявки в этом году, ну, это же ничего не мешает пока, деньги, там, все это, все эти решения принимать в этом году. Понятное дело, что однолетнее бюджетирование все равно, и поэтому деньги, ну, хотя бы, я не знаю, там, 2 января наступает, ну, там, 3. Ну, пускай тогда уже договор, уже все есть. Там, может быть, ну, выделите какие-то деньги, чтобы в этом году за сценарий, например, заплатить. Это же тоже... Нет, более того, я даже руководителям каналов говорю об этом. Вот, допустим, такие продакшены, как мой, как твой, у которых все равно есть какой-то там, ну, собственные финансы, бюджеты, какой-то полвозможности, ресурсы, техника, люди и так далее, да. То есть, если договор подписан, я говорю, я денег не прошу. Мне не надо платить сейчас сразу, транши. Просто, как бы, не то, чтобы гарантированно, что вот этот проект потом состоится. Я готова сейчас профинансировать. Но, кстати говоря, часто так и происходит. Да. Многие продакшены, да, вот пока, то есть, с канала деньги не пришли, они не могут выплатить людям зарплату, там, гонорары, еще что-то. Я стараюсь, конечно, людям платить сразу, как заканчиваются съемки. Ну, кто на постпродакшене, конечно, там, попозже. Вот. Или хотя бы 50% заплатить, потому что, я понимаю, эти люди заключают договора со мной, а не с каналом. Ну, это наши дела, по идее. Да, это наши дела. Но есть такие продакшены, да, потому что уже настолько вот есть тоже, как бы вот уже там на воду дуют, да, там, эти, обожглись, скажем, когда к тебе приходят люди, да, работать, они говорят, нет, ты мне сначала заплати предоплату, потому что там-то меня там обманули, кинули, не заплатили, там они сто лет ждут какого-то транша от канала. Это тоже ненормальная ситуация. И как раз-таки вот это тоже вот этих залетных, скажем. Но это, по идее, наша функция. То есть мы вот эти вещи должны амортизировать, по идее. То есть канал так не будет делать, у меня вообще никогда не начиналось, когда деньги приходят, потому что канал, ну я честно там... Ты просто не успеваешь, не хватает тебе времени. Если я буду ждать, когда они придут деньги, тогда я не успеваю в сроке. Потом особенно все это касается, когда сценария, то есть ты не можешь, ну невозможно это за неделю что-то там делать. И ты, соответственно, уже начинаешь. Ну там мы, когда медицинский процедурал делали, так как мы строили всю больницу полностью в детском саду, ну как, мы сценарий пишем, адаптируем, тогда мы адаптацией занимались. И в этот момент мы строим, потому что, если мы сейчас не построим, ну как я аренду, вот я нашел это место. Но они не будут ждать 4 месяца. А в итоге у нас оказалось, из-за того, что с правами опять-таки вопросы, потому что это же адаптация, права не все, и так далее. То есть мы получили через 5 месяцев, то есть прошел уже 1 месяц съемок. Представляете, это уже вся больница была выстроена, вы же все работали, и месяц съемок из 3 месяцев, 1 месяц уже прошел, и я получил первые деньги. Ну, понятное дело, что это наши, как бы, мы, вопрос, который мы должны решать. Это наши риски, да. Да, и мы для этого, наверное, и должны быть. Ну, видите, как раньше возникало? Наверное. Просто раньше не было много студий, не было достаточной конкуренции, возможно. Помните, когда-то раньше вообще было, ну на телеке, по крайней мере, не сериалов, было там Галат ТВ вообще, один такой телевизионный продакшн, единственный, можно сказать, да, потом стали возникать, и поэтому возникали там компании, которые, ну там, ну люди, которые могли творчески, ну вот я помню, даже вот как я, когда зашел на этот рынок, поначалу мы, я просто там, знаете, я пришел как человек, который финансирует проекты. Да, 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 то есть ты с бизнеса, с нефтянки. Да, я пришел, сначала я писал там заявку, на тележурнал, я писал, и мне сказали, все замечательно, я говорю классно, ну это очень маленький бюджет, но я думаю, что-то получилось, а до этого я 8 месяцев писал заявки, снимал пилоты, докудрам, да, кстати, да, и я, короче, вот что-то получилось, я думал, что вот как бы там написано так, вот 30%, что-то предоплата там, ну они были небольшие деньги, но все равно для меня был урок, потому что я, ну там, деньги получал, ну не потому что кто-то хотел бы мне навредить, ну просто там процедура, а я там, я-то думаю, что в эти сроки, я уже почти все, то есть они не рисковали с новичком, потому что на моменту, когда они просто даже подписывали договор, у них уже было 3 программы, ну то есть они уже смотрели и могли, а не плохо ты делаешь, ну там, и не подписать мне, ну и все, это были бы мои риски там и так далее, и вот все это происходило, так потом было шоу, которое я вообще просто начал финансировать, просто из денег, то есть такой роли играл, вот, а сейчас есть компании, которые у нас проблема, у тех, у которых есть уже портфолио, есть какая-то компетенция, ресурсы, проблема в том, что ну мы, нам нужно развиваться, но мы каждый год, как птица феникс, как бы, мы зависим, будет заказ, не будет заказ, ну, ну да, вот как-то вот, вот это вот, бег по кругу, да, и каждый раз очень не то, как будет развиваться компания, а типа в следующий год, так, работаем над тем, чтобы получить заказы в следующем году, ну, по идее, как бы мы должны думать о том, что чтобы, как бы, как делать какие-то прорывы, как нарастить ресурсы, чтобы у нас было там, ну, прийти, например, компания, в которой есть своя студия, там, или что-то еще, вот, глядя на, как в России, там, они развивали там, большой авторский коллектив, ну, разные направления же, а мы сидим и только получаем. ну да, и я поэтому, вот, как бы, тоже чуть-чуть профиль продюсирования, ну, не то, чтобы меняю, параллельно, да, вот я, допустим, на собственные средства, да. Расскажите вот об этом опыте, да. Айжан Байзак, Жека, Шако, блогеры, вайнеры, неожиданные, ля-ля-ля, выборы. Казахстанские телеки много не платят. Не сработало. Почему? Нельзя доверять казахстанскому рынку, потому что... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...